Дай совет новичку, пожалуйста. Как искать людей для фита с ними и поднятие собственного уровня популярности? Окей, сейчас скажу. Значит, смотри. Как искать людей для фита – это первый вопрос. Он, мягко говоря, имеет самый линейный ответ. Типа, слушать музло артистов того уровня, с которым ты теоретически можешь фитовать. В принципе, если у тебя нет аудитории, типа у тебя там 100-200 подписчиков, ты можешь спокойно фитануть с артистом на 10-15 тысяч подписчиков. Это реально. Вышел – я бы не смотрел. Соответственно, где искать? Слушать музыку низового уровня. Искать там что-то интересное, что-то перспективное, что-то, что тебя самого зажигает. Второй, более сложный вопрос. Это вопрос, после того, как ты нашел чувака, с которым ты хочешь фит, как, собственно, его убедить, что ему это надо. И тут, на самом деле, несколько моментов. Момент первый. Ты должен занимать проактивную позицию. То есть ты должен брать на себя инициативу. Понимаешь? Если ты придешь… Ну, давай представим себе, что я исполнитель, у которого там 15 тысяч подписчиков. И ко мне приходит в личку какой-нибудь начинающий исполнитель, который мне говорит, давай… Йоу, бро, вот это все, салют в твой квадрат. Давай сделаем фит. А мне это нахуя? То есть умение формировать предложение начинается с того, что ты должен ответить, помочь человеку ответить себе на вопрос, зачем мне это. Никто не будет с тобой фитовать, если ты не предлагаешь ничего конкретного. Типа просто давай ну как-нибудь что-нибудь придумаем. Я рот ебал, что-то придумывать. Мне есть чем заняться, скорее всего. У меня есть мои проекты какие-то. И сидеть и думать с каким-то ноунеймом Васей, как мне с ним фитовать, я не буду. Поэтому, если ты хочешь получить фит, ты должен сразу писать конкретикой. Идеальное сообщение с предложением фита выглядит так. Типа, салют, очень нравится твое творчество, я исполнитель такой-то, записываю, типа, коротко, типа, то-то-то, там, не знаю, готовлю альбом, еще что-то. Я хотел бы сделать с тобой фит. У меня есть демка, на которую, как мне кажется, ты залетишь идеально. Инструментал, твой парт, припев опционально, если есть, и пустое место подкуплено. Типа, вот, типа, мой первый куплет, припев, вот, я бы хотел, чтобы ты на второй куплет залетел, там, тема песни такая-то. Тогда сразу появляется конкретик. Человек может послушать и понять, видит он себя в этом фите, не видит. Чувствует он этот инструментал, не чувствует. Но сразу появляется предмет для обсуждения. Если тебе пишут просто, ну, давай чего-нибудь, как-нибудь сделаем, никогда это ни во что не выйдется. Поэтому идеально, когда ты сразу скидываешь готовую работу, ты знаешь стиль, исполнительный, с которым ты хочешь работать, и можешь предложить ему что-то интересное. Надо говорить о том, что материал должен быть нормального качества. Потому что... Короче, желания фитонуться кем бы то ни было недостаточно. Никогда. Нужен хороший материал. То есть человек должен что-то получить. Понятно, что если он популярнее тебя, то аудиторию он от тебя получить не может. Поэтому он заинтересован в чем может быть? В хорошем финальном продукте. Потому что хороший продукт хотят делать плюс-минус все артисты, кроме долбоебов. Поэтому твой материал должен быть не стыдного качества, как минимум. А в идеале он должен быть хитом. Потому что ни один исполнитель до звездного уровня не откажется залететь на потенциальный хит, если он услышит и сам подумает, что это потенциальный хит. То есть мало того, чтобы ты думал, что это хит, твоя мама соглашалась с тем, что это потенциальный хит. Тут все-таки должны быть шансы, что так подумает кто-то еще, кроме тебя и мамы. И если эти условия соблюдены, то есть ты в своем сообщении сразу отвечаешь, что ты готов дать исполнителю, взять на себя сведение, дистрибьюцию и всю херню. Предложить готовый концепт песни. Вот инструментал, вот твоя часть обязательно. Никогда не кидайте, если вы малоизвестный артист, никогда не кидайте, типа, вот биток, на него что-нибудь запишем. Когда вы no name, всегда есть сомнения в вашем уровне исполнительском. Поэтому всегда кидай своим исполнительским каким-то материалом. Что? Вот мой парт, он уже записан, типа, это демка, он там будет досводиться, но уже он звучит так, и он уже в демке должен звучать пиздата. Тогда шансы будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...